Примеры, которые покажут все на разную физиологию дыхания у пациентов при поведении неинвазивной ИВЛ и это все на фоне электропеданса. Первый пример детская легкая. Пример пациент, который был неудачей неинвазивки, первый день инвазивки. Вот мы смотрим, что у него индекс 75 и очень приличный комплайнс. Смотрите, 38 комплайнс, никаких перераздуваний нет. Смотрим, что C20, C100 больше единиц, то есть даже есть некая рекрутабельность небольшая легких. И это на PIP-5, а вот PIP-14, обратите внимание, легкие малорекрутабельные, на PIP-5 все хорошо, в общем, волюма травмы нет, стрейн нет. А вот PIP-14 видим, что у нас появляется точка перегиба, точка перегиба, видите, и уже у нас C20, C100 086, меньше единицы. Комплайнс был почти 40, сейчас 24, почти два раза упал комплайнс. Вот вам пример, насколько высокий PIP приводит к перераздаванию этих ольвеол, и мы понимаем, что у этого пациента проблема была, собственно говоря, не волюма травм, и, собственно, он попал на искусственную вентиляцию легких не из-за волюма травмы. Причины были совершенно другие у этого пациента. Причины у этого пациента были, ну вот вам картинка его. Смотрите, несоответствия вентиляции перфузия. Смотрите, насколько у него маленький объем легких остался. При этом у нас достаточно равномерно, все, никаких больших задержек здесь нету, зона перераздувания есть, но она, как бы, она достаточно приличная, в общем, как бы, все равно не катастрофично. Второй пример. Это легкая, не детская. Здесь есть как раз проблема с задержкой вентиляции регионарными, и проблема с мертвым пространством. Вот он, пациент десятки суток неинвазивки. Мы видим, что по объему площади дышит прилично. Видим, что есть перераздувание альвеол, белая зона, достаточно длительная, большой площади. Индекс около 80 у этого пациента, и видим, что мертвое пространство 66%. То есть, в данном случае, пациент дышит, хоть и равномерно, но проблема его это мертвое пространство. И проблема такой достаточно выраженная задержка вентиляции в вентральных отделах, опять же не в дрозальных, что интересно, а в вентральных отделах. Там задержка достигала 44%, между прочим, в виртуальных отделах. И мертвое пространство большое, наверное, мертвое пространство. Еще раз, 66% мертвого пространства, индекс 80, пациент в итоге, в итоге интубирован. Следующий пример. Вообще, легкое новорожденного. Легкое новорожденного, это пример, который мы взяли вчера, пациента интубировали. Пациент, который провел несколько дней на СИПАП-терапии в отделении, приехал сутки неинвазивной вентиляции в реанимации аппаратом экспертного класса, ну и в итоге неэффективность. И мы его интубировали. Смотрите, после интубации, что же мы видим. Комплайнс 6. Комплайнс 6, выраженное крыло птицы, причем вот на ПИП-5 и на ПИП-14. Видишь, на ПИП-5 у нас перераздувание при объеме 400 примерно, на ПИП-14 перераздувание при объеме 200 начинается. Вот это объем, вот у ПИП, стоит ли ПИП-14 при COVID-19, да, вот вам ответ. И комплайнс после вот этого перераздувания при ПИП-14 будет 3,9. Вот вам эти легкие, которых практически ничего не осталось. Пациент, конечно, под ЭКМО, к сожалению, он по возрасту, ему более 80 лет, он не подходит под критерии ЭКМО, безусловно. Ну вот оно, перераздувание C2-C100-038. Еще один пример. Неудача неинвазивки, но проблема, пациенту начинается шок, и, в общем, никаких вентиляционных нарушений выраженных мы не видим. Вот у него, смотрите, какая вентиляция приличная, последние неинвазивки, равномерная вполне себе, занимающая почти всю площадь, вентиляция, нет больших зон перераздувания этого пациента, но индекс 70, и мертвое пространство хорошее, перфузионных нарушений нет, смотрите, 22% всего мертвое пространство, почти норма, 32 у него в артерии, 25 на выдохе, нам казалось, что все будет с ним прилично. Ну вот у него начинается, начинается органная дисфункция, начинается шок, и, собственно говоря, приличная интубация у этого пациента, это шок, конечно. Видим, что у него есть некоторые задержки в вентиляции, но они, в общем, не достигают большого, большого площади по объему. Опять же, мы с вами говорим, что вот эти региональные задержки вентиляции при COVID-19 не показали нам, не показали нам больших, большого, большей прогностической значимости. Вот мы интубируем, и видим, что эволюмы травмат у него нет. И на ПИП-5, и на ПИП-14 видим, что комплайнс приличный, видим, что у него нет никакого крыла птицы, никакого перетяжения альвеола, то есть это все пациент, у которого проблема связана с органной дисфункцией, с гемидинамическими нарушениями. Совершенно другая картина, не соответствующая нашим представлениям часто у пациентов с COVID-19. Еще один пример. Ателектозирование как раз. И неравномерная вентиляция, как причина неудачной разъемной вентиляции легких. Смотрим пациента, который 7 дней вентилировался, все было прилично, равномерно. На седьмой день у него ухудшение состояния. Мерим электропеданную стомографию, видим, насколько какой-то появился изъеденный кусок. И видим, что у нас этот черный невентилированный кусок и большие участки желтого с большое достаточное вставание по времени. Это те самые участки, где, наверное, скоро будет коллабирование полностью альвеол, участки ателектозирования, участки консолидации легких. Пациенты, которые индекс 60 на этот момент, и мертвый пространство 63%. Здесь не только нарушение вентиляции, но и нарушение перфузии, безусловно. И вот мы его интубируем этого пациента и смотрим, что же после интубации. Видим, что после интубации, опять же, с комплайенсом проблем никаких нету. Проблемы нарушения перфузионных, мертвое пространство огромное и проблемы с нарушениями регионарной вентиляции. Вот они, проблемы, которые, наверное, привели к несоответствии вентиляции перфузии. Собственно, это привело его в итоге к интубации трахеи. То, что некоторые называют L-формой. Но вот какая здесь L-форма, обратите внимание на электромпеданс и поймете, что, в общем, не совсем это L-форма. Здесь, в общем, достаточно комплексное нарушение газобмену этого пациента. Вот после интубации ПИП-5 и ПИП-14 видите, что больших различий у этого пациента тоже нет. Приндекс 60 и мертвое пространство 63%. Вот на ПИП-15, правда, у него просто начинается перераздувание. Вот при объеме 300 видите, что у него падает комплайнс, волюма травмы здесь есть, но опять же, это уже при высоком уровне ПИП. Получается, уже у него комплайнс 22%. 22 мл на нитродном столбе по сравнению с тем, меньше единицы 20 стат. Говорит нам о том, что пациента перераздувание львил. Ну и пример удачи. Не хочется заканчивать наш сегодняшний разговор на неудачах. Пример удачи. Наблюдение пациента в динамике на неинвазивке с тяжелым дистресс-синдромом при COVID-19. Вот видим его исходную картинку, электромпеданс. Наблюдите внимание, что у него слева легкая не дышит. Думали паниматорокс сначала. Милатрокс исключили. На КТ, собственно говоря, если посмотреть картинку КТ, то у нас будет везде КТ-4. Будет все примерно одинаково. Видите здесь, что у нас совершенно другая картинка. Не вентилируется левая легкая. Причем задержка очень приличная. 30% прилежащих к этому левому легкому участков. Это первый день вентиляции, 27 января. Индекс ПВ2Ф2, 80. Мертвый пространство 42%. Дышит он 20 раз в минуту на неинвазивке, отдыхает на нем 750. Третий день. У нас картинка совершенно другая. Обратите внимание, у нас становится право-лево равномерно. У нас пропадает вентиляция вентральных отделов. При этом у нас пропадает совершенно неравномерность вентиляции. У нас отставание максимум получается 3% всего. То есть вентиляция равномерная, но преимущественно в дорозальных отделах. Пациент лежит лежа на животе. Соответственно, у него вентральное отдело не дышит, а дышит дорозальные отделы. Все как должно быть. Третий день. Индекс 90 примерно. Мертвый пространство как было 42%, так и осталось. Дышит 18 раз в минуту, неинвазивка, 630 мл дыхательный объем. Шестой день. Здесь мы, к сожалению, импеданс не делали. Индекс опять 78. Мертвое пространство примерно то же 50%. Примерно такой же паттерн, неинвазивая вентиляция легких. Восьмой день. Смотрите, что же происходит. Потихоньку начинает увеличиваться площадь вентилируемых альвеол. Потихоньку у нас растет вентиляция левого легкого. Задержки вентиляции минимальны. Обратите внимание, у нас площадь по площади желтой слева, площадь небольшая. Справа видите, два колокола совпадают. Отставание у нас почти минимальное одного от другого. При этом оксигенация абсолютно такая же. Индекс 80. Мертвое пространство 50%. Паттерн дыхательный такой же. На десятый день, смотрите, уже появляется такая бабочка. У нас увеличивается значительно, достаточно значительно площадь вентиляции легких. Опять же, у нас равномерная вентиляция. У нас нет задержек вентиляции нигде. Индекс у нас чуть-чуть растет 90. Мертвое пространство у нас, кстати, тоже немножко растет 55. Дыхательный паттерн у нас тоже почти не меняется. Обращаю внимание на дыхательный объем. Он стал больше и он, в общем, формально достиг повреждающих величин. И вот что делать здесь? Интубировать пациента такого. Ленит, смотрите, объем 850. Уже хочется интубировать. А вот здесь мы сейчас интубируем, будет все хорошо. Это после октемры, пульс терапии гормонами от пациента и так далее. Ну и переходим мы дальше на 12 день. И видим здесь включаются отделы легких, которые до этого не дышали. И когда они включаются, у нас появляется неравномерность вентиляции. Потому что включились те отделы, которые до этого не дышали, и они потихоньку, только потихоньку включаются. Видим, что здесь задержка катастрофическая в этом отделе, где, собственно, мишень вот эта наведена. Видите, там 40 с чем-то процентов задержки вентиляции. Вот вам пример, почему задержки вентиляции не прогнозируют, потому что может быть как раз параметр, показатель включения этой участки легкого в вентиляцию. Индекс же 150, мертвое пространство кстати такой же 48 и вот такой дыхательный паттерн. Ну и на 14 день пациента мы этого переводим на кислородотерапию, практически устанавливается по объему полностью площадь легких и остается некий регион, который видит задержку вентиляции, есть регион перераздувания, но при этом все не достигает катастрофических величин. Индекс почти 200, мертвое пространство осталось 50% и пациент уезжает в отделение с таким же мертвым пространством, в которое он собственно приехал. Видите, что эти проценты очень у нас с вами не быстрые.